В течение уходящей недели трейдеры оценивали геополитические и инфляционные риски. Сохраняющаяся напряженность по линии Украины-Россия и намеки о более агрессивных шагах ФРС усилили позиции именно доллара США. О том, что будет влиять на настроение инвесторов в течение первой половины следующей торговой недели. Об этом поговорим в нашем видео-календаре трейдеров на канале ИнстаФорекс ТВ. В понедельник единственное, что способно привлечь внимание рынка, так это данные от исследовательской группы Market Economics с предварительными расчетами индексов деловой активности в ключевых отраслях европейской и британской экономики. Согласно прогнозам, значения за февраль должны зафиксировать старт оживления активности по всем показателям. Все же эпидемиологическая ситуация постепенно улучшается и предпринимательская деятельность наверстывает упущенные темпы роста. Во вторник позитивный тренд подтвердится публикацией экспертов Института АФО. Аналитики, отслеживающие макроэкономическую информацию о состоянии европейской экономики, уверены в том, что тенденция на восстановление оптимизма среди предпринимателей Германии продолжится. После провала в декабре в январе уже был отмечен подъем индикатора условий деловой среды Германии, а в феврале показатель продолжит рост, благодаря чему возможно усиление позиций единой европейской валюты. И вечером ждем еще одной порции позитива уже из Соединенных Штатов в предварительных расчетах индекса деловой активности в производстве и секторе услуг. Так, аналогично ситуации в Европе ждем оживления и в американской экономике. Вообще стоит отметить, что первая половина следующей недели не особо богата на важные события. Однако вся опубликуемая информация несомненно намекнет на перспективы грядущих изменений в экономике и, как следствие, скажется на инвестиционной привлекательности валют в долгосрок. Итак, в среду инвесторы продолжат изучать характеристики состояния локомотива европейской экономики, коим является Германия. Готовится отчет от экспертов группы GFK по потребительскому климату. Это будет оценка на март месяц. Индикатор медленно, но все же движется вверх, в сторону нулевой отметки. Среди потребителей растет уверенность в том, что ситуация с пандемией ослабевает, а также надеется, что вопрос с инфляцией разрешится в самое ближайшее время. Хотя еще в январе индекс потребительских цен продолжал подъем. В среду эксперты Евростат в своей финальной оценке, скорее всего, подтвердят первичный расчет, который предполагал ускорение инфляции до нового исторического максимума в 5,1% годовых. Информация напомнит европейскому центральному банку о необходимости внести изменения в текущий курс денежно-кредитной политики.